Всем привет, это Sparty и добро пожаловать на канал. Сегодня мы посмотрим на джойконы для свеча под названием Stellar T5 от фирмы QRD, которая предоставила их на обзор, чтобы мы с ними познакомились чуть поближе. Сейчас глянем, что они себя представляют, потестируем и придем к выводу, а стоит ли их покупать или нет. Коробочка, кстати, выглядит очень скромно, поэтому это еще больше подогревает на интерес, посмотреть, как они выглядят и что из себя представляют вживую. Так, ну, понеслась. Хм, у нас такая пластиковая крышечка. Окей, убираем. Инструкция, куда же без нее, на нее еще посмотрим. Вау! Ну, слушайте, ребят, ну, вживую они смотрятся довольно-таки неплохо. Так, здесь такие вот штучки сейчас уберем. Так, геймпад. Так, у нас здесь что? Сразу же стоит такая кругляшка. Есть крестовина сменная. И провод USB-USB-C. Окей. Так, снизу у нас ничего нет. Обычно там еще какие-нибудь инструкции или прочая фигня находится, поэтому надо всегда проверять, что там снизу у нас еще может находиться. Так, коробочку пока уберу. Так, ну, это что? Вау! Ребят, здесь у них прорезиненная поверхность. Прям резина здесь такая приятная на ощупь. Чуть я прям удивился. Не, ну, короче, неплохо они в руках сидят. Пластик весьма такой бодрый. Ну, прям первые ощущения, впечатления хорошие. То есть, нет, я видел вот их в интернете эту коробочку, и она как-то на картинках выглядела не очень. Но вживую это совсем другое дело. Итак, каков функционал у этих двух красавчиков? Сейчас взглянем на коробку. Здесь 500 мАч батарейка у каждого из джойконов. Он может пробуждать консоль. Совместим с Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED, и также как геймпад подключается к Nintendo Switch Lite. Далее. Здесь шестиосевой гироскоп. Можно настраивать, в общем, здесь вибрацию. Турбофункции здесь есть. Подсветка. Стики на датчиках холла. Можно переназначивать кнопочки. Макросы можно... Короче, что здесь только нельзя делать, в общем-то. А еще у этого геймпада, хотел сказать, у этих, получается, джойконов, у них механические кнопочки. Ну, тише, чем мобопады работают. Немного смахивает на дизайн Pro-контроллера, у которого тоже верхняя поверхность такая прозрачная. А вот сзади здесь уже пластик непрозрачный. Прорезиненная поверхность. Прям, ребят, круто. Кнопочки здесь. Все есть. Так, еще здесь. Кнопки, видимо, для включения вибрации. И кнопка для настройки макросов. Так, здесь у нас что по кнопочкам? Это для турборежима, я так понимаю. Home. Снимать скриншоты. И минусы плюс. Но вот эти маленькие кнопочки, они как-то так себе смотрятся. Их надо было сделать, наверное, чуть побольше. Хотя, вроде пойдет. Так, ну. А, кстати. Вот эта штучка, она без подзарядки. К сожалению, контроллеры подзаряжаются здесь отдельно. Каждый из них. Да, не очень это удобно. Но их должен еще подзаряжать сам свитч. Это самое главное, я считаю. А здесь вот нет никакого разъема. Хотя, здесь как будто бы он должен был быть. Ну, ладно. Так. Снимаем их отсюда. Ну, а так, если играть и подзаряжать их, можно использовать какой-нибудь китайский держатель для джей-конов. Вот этот я заказал на Pindadot, что 500 тенге за него дал. Если не меньше. Так, ты будешь залазить, нет? В целом, можно вот в такую штуку или что подобное вставить и играть. Хотя, нет, так не очень удобно. Ну, по крайней мере, их можно так заряжать. Да, так вообще шляпа какая-то с таким держателем. Ну, нахрен. Так. Здесь еще есть вот кнопочки. Такие вот небольшие для того, чтобы можно было каждым джойконом играть как отдельным геймпадом, контроллером. Так что вот. Ну, первое впечатление, ребята, кайфовое. Прям они, знаете, очень хорошо сидят в руке. Во-первых, эргономика. Во-вторых, вот эта поверхность резиновая. Она прям, ну... В жизни они выглядят гораздо приятнее, чем на картинках. Это уже очень хорошо, я очень рад. Так, сейчас давайте перед началом глянем, что там с инструкцией. Так. Инструкция здесь на вроде трех языках. Русского здесь нет. Но в целом и так все понятно. Как подключать, настраивать вибрацию, задние кнопочки, турбофункции, макропрограммирование, переназначить кнопку на заднюю, либо делать какую-то команду из кнопочек. И как настраивать подсветочку. Ну, еще пригодится нам все это дело. Итак. Снимаем джайконы. Вообще, блин, ну... Вот так, если разобраться. Вот эти джайконы родные. Ну, уже вообще ни в какое сравнение не входит с этими. Во-первых, эргономика здесь. И здесь нормальный стик. Вот стик родных джайконов, это моя личная боль. Во-первых, на него нажимать страшно. Вот он то начинает хрустеть, то перестает. А на эти как-то уже, знаешь, нажимаешь, как на нормальном геймпаде. Но здесь все-таки есть, у нас не стоит забывать, hd-рамбл. Здесь hd-рамбла нет. Здесь инфракрасный вот этот порт, который нужен для нескольких игр. Здесь его нет, в принципе, он и нахрен не нужен как таковое. И здесь еще датчик чтения NFC. Здесь его, к сожалению, нет. Вот это плохо. Ну ладно, об этом все мы еще поговорим. Подведем какие-нибудь итоги там попозже. Для начала давайте вообще хотя бы их подключим. Неплохо в руках сидит. Сразу свитч такой огромный становится. Подсветочка включилась. Что можно сказать по первым впечатлениям? Потому как они сидят на консоли, на рельсах свитча. Сидят нормально. У левого немножко вот шевелится, если его так вот подвигать, что в целом как бы нормально. Но такого прям какого-то люфта нет. Здесь вот правый шевелится чуть посильнее. Есть небольшой люфт. У этого меньше. Вот. Вот так вот эта вся красота выглядит. Здесь немножко просвечивается подсветка. А здесь просвечивается чуть сильнее. Потому что он, в принципе, и ближе находится. Так, что у нас там с подсветкой? Давайте как-нибудь мы с ней разберемся. Нужно зажимать вот эту тэшку. Вот это симпатично выглядит. Такую подсветку я оставлю. Так, и здесь такую же сейчас настроим. Думаю, тут еще всякие режимы можно будет задавать. Чтобы они потухали, чтобы они сверкали по-разному. Так, что у нас с вибрацией? Давайте-ка нажмем вот здесь. Есть несколько режимов вибрации. Вроде бы, я так понял, пять. Сильная. Послабее. И выключается совсем. Играть, конечно, с ними будет поудобнее, чем с джеконами. Это и дураку понятно. Итак, попробуем назначить макросы. Для этого что делаем? Нажимаем на эту самую кнопочку один раз. Нажимаем, допустим, кнопку прыжок. И нажимаем на эту кнопочку второй раз. Все. Во время нажатий происходит вибрация. И теперь вот у нас кнопочка. Отвечает за прыжок. Это удобнее. Потому что в Зельде и по дефолту кнопка B отвечает за бег. Кнопка X за прыжок. Их, конечно, можно менять местами, чтобы здесь был бег, а здесь прыжок. Но один хрен это нифига не удобно. Поэтому вот я всегда на геймпадах на эту кнопочку настраиваю кнопку прыжок в этой игре. Чтобы можно убежать. Нажал. Бах. И все. Полетел. Ну или прыгнул куда-нибудь. Ну, удобно, ребята. Конечно же. Само собой. С такой эргономикой. Если было бы неудобно играть, это было бы грешно. Так. Ну, гироскоп, конечно, лучше проверять отсоединенными джойконами. Потому что гироскоп есть в самом планшете свеча. Но это мы еще, в общем-то, проверим. Так. Крестовина что у нас? Крестовину нужно проверять в другой игре. Так. Ну, вроде бы пойдет, но нужно поменять депад. Так. Он здесь меняется. Я хрен его знает. А. Все просто. Просто на себя тянешь и все. Да. Легко очень. Окей. Поставим простой депад. Здесь есть вот такие пазы, в которые нужно попасть. Ну, в целом, здесь не сложно. Он крепится. Все. Не вылетит? Нет. Не вылетит. Так. С этой крестовиной прям неплохо. Гораздо она плотнее сидит. Как-то подобротней, понадежней, как швейцарские часы. И я ее оставлю. Так. Вот это, я думаю, обратно в коробочку уберу. Потому что вот этот крестик, он получше будет по ощущениям. Ну, по крайней мере для меня. Так. Ну, а теперь проверим, как они пробуждают консоли сна. Все отлично работает. Правда, не с первого раза это сделать получилось. Мне пришлось снова переподключить эти джойконы, чтобы у меня все нормально подключилось. Если что. Эм. В общем-то. ОК. Неплохо. Так. Ну, этими джойконами можно играть. Вот в таком вот состоянии. В настольном режиме. Либо, если поставить свич и док-станцию. Ну, можно использовать. Как контроллер, да? Блин, ну в руках сидит хорошо, прям как контроллера Так, давайте-ка сейчас проверим гироскоп в игре Bright Memory И проверим сами стики Но после игры мы зайдем в гейм-тестер и чекнем, что там со стиками Будет, что он покажет Так, ну гироскоп отлично себя показывает Кнопочки, кстати, негромко работают Так, а сами стики Но неплохо, как будто бы мертвых зон здесь нет Но это мы сейчас проверим Если они или нет Но шутан нормально играть Так, ну что же, боссу жопу надрали Небольшой тест джойконов АК контроллера пройден успешно Стики себя вроде бы показывают хорошо Но давайте-ка посмотрим, что там будет на гейм-тесте Давайте глянем Итак, я подключил джойконы к компьютеру и включил геймпад-тестер Во время проверки стиков правый джойкон выдал какой-то сумасшедший результат 0,1 погрешность Тут идеальный круг и стик точно возвращается на место Да, это что-то с чем-то Чтобы вы понимали, вот такая погрешность у стиков геймпада для Xbox Series Такая у DualSense А вот так с холостиками обстоят дела у мобопад М6С Ну, думаю, теперь вы поняли, в чем прикол Второй стик откалиброван чуть похуже Вырисовывает неполный круг Но чем чаще его вращая по кругу, тем погрешность становится меньше В то время, когда у других геймпадов все с точностью да наоборот Левый стик также четко возвращается на место И нет никакого намека на дрифт А что касается мертвой зоны, то она тут есть Причем с виду весьма нехилая Но дело в том, что во время игры в шутеры этот нюанс я даже не заметил Но так или иначе, стики у Stellar T5 отлично откалиброваны И такое встречается крайне редко, даже у других падов с холостиками Пару часов подряд я юзал эти джойконы И сейчас расскажу про свой мини-опыт Итак, что касается их форм-фактора и габаритов С этим все отлично Тут хорошая эргономика, большие механические кнопки И в этом плане все нравится И даже на люфт правого джоя не обращаешь внимания Потому что он такой же, как и у оригинальных джойконов от самой нинтендо И скорее всего к этому уже привык Вибромоторчик тут нормальный Конечно, жаль, что не HD Ramble, но тоже пойдет А вот что касается стиков, которые отлично себя показали на геймтесте То в некоторых играх всю малину обсирает мертвая зона В каких-то проектах это становится катастрофой, а где-то все вполне нормально Турбо-режимом я не пользовался, потому что в тех играх, которые я играю, в этом нет необходимости А вот в чем действительно будет необходимость, так это в новом чехле Потому что в старый эта бандура уже не залезет и придется заказывать новый Ну а куда деваться В общем и целом от этих джойконов я вообще ничего не ожидал Но в чем-то они меня удивили, а в некоторых аспектах даже порадовали Ну а теперь давайте подведем небольшой итог У Stellar T5 отличная эргономика, офигенные стики, качество пластика и смотрятся они бодро Но в то же время на рельсах свеча джойконы немного люфтят У стиков есть нерегулируемая мертвая зона, а отсутствие датчика NFC и HD Ramble может напугать некоторых нинтендо боев Но лично меня всегда отпугивал ценник на джойконы от самой нинтендо Джойконы Stellar T5 будут подешевле и на алиэкспрессе часто продаются по скидке А вот стоит ли они того, это уже решать только вам Лично мне они понравились и считаю, что это неплохая альтернатива родным джойконам свеча Не без нюансов, но со своими преимуществами Ну что ж друзья, на этом мы будем заканчивать Большое вам спасибо за внимание Пишите что вы думаете об этих красавцах Пользуетесь ли вы джойконами от сторонних фирм И если да, то какими Будет очень интересно узнать Меня вы можете найти по адресам из описания к этому ролику У нас есть чат в телеграме Нинтендо в Казахстане Там собрался народ не только из Казахстана И обсуждаем мы не только Нинтендо, но и другие консоли Ну и не только их Также у меня есть канал или группа в телеге Блин, всегда путаюсь, что и что в этом телеграме Есть канал в ТикТоке, группа во Вконтакте Короче говоря, где вам удобнее, туда и забегайте Буду рад всех видеть Как всегда, у микрофона был я, Владимир Спартак Или просто Спарти И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok